Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. У нас просто чудесная летняя погода, даже не апрельская весенняя, а именно летняя. Сейчас на градуснике 28 тепла, на следующую неделю передали от 26 до 30 градусов, так что сезон, можно смело сказать, начался. И я как-то раньше не замечала, что мое настроение, моя работоспособность напрямую зависят от погоды. Когда идет дождь, когда холодно, когда вот такая вот серость на улице, то у меня нет никаких желаний, мне ничего не хочется делать, я какая-то такая брюзга, все меня не устраивает, какие-то даже маленькие-маленькие проблемки, которые и проблемками назвать нельзя, но для меня они кажутся вот такими вот, чем-то таким глобальным. В общем, из вот такой вот мошки я могу сделать вот такого вот слона. И наоборот, когда вот такая вот солнечная теплая погода, тем более настолько долгожданная, то у меня вот такое настроение, кажется, что я могу горы свернуть. Вот я сегодня дома и утром отвела Милену в школу, ну это не школа сейчас, а гордыри у нас. Затем прогулялась, вернулась домой, затеяла уборку, снимаю видео приготовления вкусного-вкусного рецепта. И не просто захотелось что-то приготовить, а мне захотелось еще это все и заснять. Затем стала заниматься своим, ну я думаю, это не только у меня такое не очень любимое дело, складывать зимние вещи и разбирать летние вещи или же наоборот. Ну в общем, когда мы, сезон меняется и нужно поменять одежду, в общем, это вторая после заправления кровати, это вторая такая домашняя работа, которую я не люблю делать. И такое вот состояние, мне кажется, еще даже вот сейчас готовила, нарезала овощи для курицы. В общем, забегаю наперед, рассказываю, что будет рецепт очень вкусной курицы с овощами. Диетический рецепт очень вкусный. Ну ладно, это будет уже другое видео. И читаю обычно, когда я что-то готовлю, то я или смотрю какую-то передачу, или же читаю Инстаграм, то, что мне пишут, читаю мои сообщения на канале. И получила сообщение от женщин, это одна из моих новых подписчиц, которая меня попросила рассказать. В общем, она мне написала свою историю, что она работает в офисе, и у них дресс-код обязательно, должен быть костюм, юбка и пиджак, белая рубашка, юбка и пиджак, каблучки. И когда она приходит, она настолько возненавидела эту одежду, и когда она приходит домой, она все это сбрасывает, одевает домашний халат, какие-то тапки, и для нее это самая лучшая одежда. Но мужу это не нравится. И он как бы не то, что упрекает, но говорит ей, что вот на работе для всех ты красивая, дома приходишь, и ты, значит, ты в халате и в тапках. И что вот за границей женщины, они и дома красивые, и на работе красивые. И она мне попросила рассказать, чисто по-женски, вот мой взгляд из Франции, как француженки одеваются дома, и как они одеваются на работу. Ну, по поводу работы я могу сказать так, что если так же, как и в любой стране, если существует какой-то дресс-код, то, естественно, это будет определенный вид одежды. А так, в основном, француженки на работу не заморачиваются. Могут в джинсах пойти, могут пойти в кроссовках, в макосинах, в босоножках. В общем, в том, в чем им удобно. Поэтому есть, конечно, такие работы, ну, такие, вернее, профессии, слово такое, такие работы, наверное, даже не существует. Где вот как работники магазинов, что у них своя униформа, работники почты, работники ресторанов, они обязаны носить определенную униформу. Поэтому там одежда специфическая. Ну, что касается домашней одежды француженок. Сразу скажу, что халаты они здесь не носят. Когда вы видите француженку или даже француза в халате, это значит, что он болен. Потому что я вот сужу по своей семье, по соседям, по подругам. Когда я кого-то иду навещать, это период болезни, это какие-то такие теплые носки. Вот так вот они заматываются шарфами. И обязательный махровый или шелковый халат. Но если даже холодно, если даже это зима, и она устала, пришла с работы, ни о каком халате речи и быть не может. Они могут использовать халат, когда они идут купаться в бассейн. Но чаще всего у нас на юге жарко. И чаще всего это обычное парео или полотенце. Как бы такой вот одежды, как халат. Но француженки не надевают, находясь дома. Еще одна особенность. Они не носят старенькую одежду. У меня вот... Я раньше грешила вот таким вот, что покупала там какие-то вещи, там джинсы, брючки, юбочки, майки, футболки, рубашки. И через один-два сезона, когда это уже там, ну, или вещь как-то, или растянулась, или уже она не была такой привлекательной, или просто-напросто мне надоело, я ее из вещей на выход, я ее перемещала в вещи для дома. И однажды у меня был такой смешной случай. Но тогда он мне смешным не казался. Это сейчас мне он кажется таким каким-то, ну, обычным яйца водяного не стоит. Но тогда это для меня была проблема. В общем, мы только переехали в этот дом. И я мужу говорю, что нужно купить большой шкаф, гардеробную. Мы поехали, я помню, целый день. Мы по каким только магазинам не ездили. И мне то маленький, то большой, то не так открывается, то не такие полочки. Ну, в общем, женщина есть женщина. Мы как с вами выбираем, чтобы нам было это, ну, не навечно, но надолго. И, в общем, мужу все это надоело. Он разозлился и говорит мне, ты покупаешь вещи и хранишь их в ящиках, и в картонных коробках, и в пакетах. И зачем тебе какой-то шкаф, если ты дома носишь старье, а красивые вещи ты хранишь в этих пакетах. Так зачем тратиться деньги на этот шкаф? Я тогда обиделась, а потом поняла, что действительно надо поступать так, как я вот спросила, говорю, ну, естественно, куда я бегу? Я бегу к своей любимой, нашей старшей дочке Наташи, и начинаю жаловаться, что вот так и так меня обидели. Ну, и тут между обидели. Я говорю, слушай, а ты куда старые вещи деваешь? Вроде бы они и хорошие, вроде бы и как бы для дома, ну, неплохо. Она говорит, что мы старые вещи не храним. Они здесь устраивают как или виды гринье, очень любят, и многие французы по весне, вот до самой осени, весь сезон, по субботам, по выходным, выносят вещи, которые они не используют. Это не обязательно одежда, а и многое другое, и продают это, естественно, за недорого, но продают. Дома они это не хранят. Или же предлагают соседям, предлагают родственникам. И получается вот такой вот обмен. Там, например, мне надоела какая-то блузка, я ее могу отдать Наташи. Наташи надоела какая-то блузка, она может отдать ее мне. Вот так вот. И она мне объяснила, говорит, что я часто отдаю подружкам свои вещи, потом подружки какие-то вещи отдают мне. И получается так, что старья в доме нет. И в то же время вещь, которая надоела кому-то из девчонок, имеет продолжение, имеет какую-то другую жизнь. И у тебя в доме уже ты не носишь одно и то же на протяжении 5 лет. Ну, так к примеру. И я переняла вот этот вот способ избавления от старых вещей и практически сохраняю только какие-то, ну, самые-самые любимые футболки. И я сейчас также не делю вещи для дома. Вот если я сегодня надела эту футболку, я утром... Футболка и джинсы на мне. И я утром пошла, повела Милен в сад, вот в этой одежде. Я дома нахожусь в этих джинсах и в этой футболке. И, в принципе, в течение дня я одежду не меняю. Раньше у меня было немножко по-другому. Куда-то пошла, переоделась домой, пришла, переоделась. Сейчас я этого не делаю. Как и, в принципе, большинство француженок. Дома они... Вот тоже относительно обуви. У меня есть знакомая. Не могу сказать, что моя приятельница. Это дочка одной из моих соседок. Так вот, она даже дома носит обувь на каблучках. Это или какие-то удобные саба на танкетке, или какие-то вот такие вот босоножки без задников, но тоже на такой вот небольшой шпилечке. Я спросила, как тебе удобно. Нет, она говорит, я так привыкла. И, ну, она, конечно, у маленького ростика, такая вся ладненькая, такая хорошенькая. И она говорит, я как-то себя чувствую без каблуков, без обуви на каблуках. Ну, как-то, как они говорят, неполеза это значит. Ну, некомфортабельно, некомфортно. И поэтому она даже дома носит обувь на каблучках. Но скажу так, что это нужно иметь здоровые вены, это нужно иметь здоровые ноги, сосуды, чтобы были в порядке, и суставы. Так целый день на каблуках и продолжать так же дома не всякое сможет. В чем ходят француженки на юге? Ну, могу сказать, что они и на выход, и дома они носят, а постоянно одеваются в созащитные очки. Даже если француженка выходит вывести мусор, из дома вывести мусор за ворота, мусорный бак, в солнечную погоду, в несолнечную погоду. Ну, единственное, что если будет лить дождь, как из ведра, или это будет уже поздний вечер, когда солнца не будет. Но с утра и до вечера она никогда не выйдет без солнцезащитных очков. Объясняется это, наверное, тем, что офтальмологи во Франции хорошие. На вес золота. И запись к такому врачу нужно ждать 2-3 месяца. Также все эти услуги не всегда оплачиваются полностью страховкой. И приходится платить какой-то процент за те же самые линзы, за те же самые очки из своего кармана. И поэтому они стараются глаза от солнышка беречь. Ну, и второе, я тоже думаю, немаловажно. Пластическая хирургия, уколы красоты, маски, косметологи. Здесь тоже недешево обходятся. И поэтому француженки как бы очень часто носят вот такого плана очки, как у меня, которые закрывают практически пол лица. И это для того, чтобы сохранить кожу вокруг глаз так же, как можно дольше, свежей и без морщин. Летом многие носят майки-сарафаны, обычные сланцы дома. Зимой это могут быть брюки, это могут какие-то джинсы быть. Не носят спортивные костюмы, это однозначно, потому что как бы они покупают спортивные костюмы. И здесь не просто вот даже взять... Я простенько отношусь, мне нравится что-то такое спортивное, мне удобно. И мне все равно это там для танцев или для ходьбы на двиговой дорожке, или просто для ходьбы по улице в спортивных целях. Но они здесь по-другому. Даже в декатлоне у нас есть отдел для фитнеса, для йоги, отдельный отдел для бега. Кроссовки, вот Наташа, Даша, она покупает не просто кроссовки, а кроссовки для бега. Потом у нее есть специальные кроссовки для занятий в спортзале. Есть третьи кроссовки для ходьбы. У меня всего лишь одна пара на все. А у нее нет. И если она вот одно время ходила на йогу, у нее для йоги были вот такие вот специальные одежды, для пилатеса специальная одежда. У меня как бы... Я для пилатеса приобретала одежду, но если бы там... Я ее могу надеть, эту одежду, как бы пойду на беговой дорожке ходить, или пойду там в спортзал, и я могу эту одежду абсолютно не задумываясь, что она не для фитнеса, а для пилатес. Для меня это не составит проблемы, но они здесь относятся более... Вот пришли в магазин, написано, купили и носят. Дома эту одежду они не надевают. Также все велосипедисты, которые ездят на велосипедах, ездят в специальных костюмах. Но дома они в них тоже не ходят. Переодеваются ли после работы? Нет, не всегда. Единственное, как я уже сказала, если женщины работают там кассиром или в фармассе в аптеке, то, конечно, они дома одевают уже вот эту униформу, едут на работу и возвращаются. Они ее меняют на другую одежду, но не на халат. Каблуки тоже кто-то носит, кто-то не носит, но тапочки редко у кого есть. И в основном тапочки они надевают, когда уже они идут спать. А дома в тапочке редко кто переобувается. Хотя в моей семье я приучила снимать обувь, в которой мы ходим на улицы, и переобуваться в другую, в домашнюю обувь. Потому что я считаю, как бы эти улицы не мылись, они моются со специальными средствами. Здесь чисто, здесь можно садиться в белых брюках прямо на асфальт. Но, тем не менее, ходят кошечки, собачки, ходят какие-то люди. Кто-то где-то, извините, плюнул, что-то выкинул. И поэтому я считаю, что обувь, не обязательно менять одежду, но обувь я приучила, чтобы в моем доме уличная оставалась в прихожей, а домашняя обувь одевалась для того, чтобы ходить дома. Ну, в общем, в принципе, вот так вот. Ой, жарко, не могу, но приятно, конечно, вообще. Пойду я дальше продолжать свои домашние дела. Спасибо за интересную просьбу. Мне было очень приятно рассказать об этом. Тем более, что, как мне кажется, до этого видео на подобную тему на моем канале не было. Все, дорогие мои, всем солнышко. Если у вас нет, то отправляю наше. С удовольствием делюсь. И хорошего настроения. Ну и, как всегда, до новых встреч на моем канале, в моем новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok